Всех приветствую на своем канале. Я помню, что обещала обзор вопрос-ответ, но в связи тут с некоторыми делами я не совсем успеваю опять его сделать, записать на бумажку все эти обзоры, ответы и вопросы, точнее вопросы. Поэтому я решила сделать обзор пустых банок. Они у меня тут порядком накопились, как обычно, и я думаю к концу мая вряд ли они еще накопятся, а до конца мая тут вроде как всего ничего. Поэтому буду делать обзор банок. Ну и потом у меня будет, как обычно, привет, там листик у меня такой накопился. В общем, начну пожалуй с пен Avon. Они у меня вообще были открыты еще где-то может в конце прошлого года, какую-то открывала зимой, но в связи с тем, что они такие все легкие и воздушные, и не совсем под зиму подходили, я их заюзала уже окончательно, только вот недавно. Закончились они, одна закончилась буквально сегодня. Я пользовала их и как пена для ванн, и как гель для душа, просто потому что запах такой офигительный. В общем, вот сегодня буквально закончилась. Это 500 мл. Пена Avon. В общем, спелый арбуз. Пена для ванн. Ну, что могу сказать. Хорошо пенится, как гель для душа, отличный, как пена для ванн тоже шикарная. Где-то 2,5, ну, в общем, допустим, полтора колпачка одела, пена не очень была. 2,5-3 это уже все. До потолка. Аромат, конечно, не арбузный, но и не химический, как, допустим, вот ифрашевский русский вариант ифраше с арбузом, который фраше сам по себе не выпускался при этом. Мне кажется, как вот если бы делали из арбуза сиропчик какой-нибудь такой, или вот есть такие конфеты, кажется, живинка или что-то такое, там, мармеладик, и внутри такая фигня жидкая. Вот такие с арбузиком конфетки. Вот очень похожи на нее. В общем, она мне понравилась. Если вдруг я решу так заказывать что-то еще в Avon, захочу заказать себе пену, то я такую закажу. И вам, в принципе, ее советую. Такие именно пены мне нравятся. Никаких казусов с ними не было. Сейчас будет звук падения. Это у меня тоже закончилось. Правда, что-то еще вроде болтается. Это тоже Avon, тоже 500 мл. Сочная манго, пена для ванны. Вообще, я забыла, что это манго. Я что-то думала, что это персик. Ну, подумаешь, написано манго, караинца, да? И по запаху он очень вкусный пах, и я его и пользовала как пену для ванны. Ну, половину использовала как пену для ванны, половину как гель для душа. Без понятия совершенно, как пахнет манго на самом деле, но пахнет очень вкусно фруктами какими-то. И никакой химозности не отдает. Так, что у нас тут еще? Закончился у меня клубничный вихрь, детский гель для душа, пена для ванн, 250 мл, без слез, Avon National Skits. Вкусненький такой был. Я его и как гель для душа пользовала, как пену для ванн. Он такой розовенький был. Тут на крышке, может, что-то еще видно. Пахнет таким клубничным вареньем. Даже похоже, вот как, знаете, землянику собирают родичи какие-нибудь, а потом с сахаром ее приминают и морозят, а потом открываете баночку и хав-хав-хав. В общем, вот такой очень вкусный гелик. Он мне больше понравился, чем апельсиновый. Апельсиновым я вообще что-то не поняла. Мне вот из этой серии нравится вишенка и вот клубничка. Клубничку я мелком удалила. Не знаю, заюзала она ее или нет. Так. Бах. Так. Закончилось у меня два шампуня. Не сказать, что я дофига выливаю шампуня на волосы, в отличие от геля, до душа шампуня я выливаю, ну, так. Настолько, сколько нужно, чтобы пену такую взбить на волосах, чтобы промыть. В общем, шампунь-кондиционер SPF03. Это вот серия, как раз, которая приходила в подарок этот сроком до августа 2016 года. Это Green Mama. Денис Азарнин. Серия Солнечный круг. В общем, два таких шампуня. Они по консистенции, вот вообще по цвету похожи. Вот знаете, понтин прави, когда раньше покупаете, он такой вот вроде как белый, жемчужный, вот такой странный цвет. Но не сказать, что они жидкие, но и при этом совершенно не густые. И, в общем, мне, чтобы выдавить и нормально пенить, промыть волосы, надо было вот, ну, где-то с ладошку. Приличное количество, короче говоря. Вот, допустим, то, что у них вот есть этот из серии Акоцепт. Он хоть густой, но там немножко совсем. И он хорошо промывает, и он надолго хватает. Те же 250 мл. Этих мне хватило где-то на полтора месяца. Оба. Сейчас у меня еще один остался в запасах, но я сейчас пользуюсь другим немножко шампунем, тоже Гринмамовским. Хороший. Вот то, что вот эти видео я снимала, мне кто-то писал в каментах, что у меня волосы стали лучше, ну, типа продолжать этот уход. Я его пользовала без бальзама. Ну, один раз попробовала, поняла, что лучше его пользовать без бальзама. Потому что бальзам как-то масло-масляное, а не то, чтобы утяжеляет волосы, но все-таки не совсем тот эффект, как от этого чистого виде шампуня. Я даже думаю, может заказать мне в Гринмаме еще что-нибудь такое. Сейчас там как раз очередные акции идут, у меня там какой-то бомбус валяется. Ну, и, соответственно, еще в подарок можно получить такой шампунь. Только надо будет что-то заказывать из этой серии, чтобы такой шампунь получить. В общем, он мне понравился. На удивление, единственное, что очень быстро заканчивается. Он хорошо промывает, ну и волосы, соответственно. Сейчас-то у меня последние три дня мою не им, то, что у меня на голове. Но, допустим, до вечера они у меня вполне держали такой чистый эффект. И даже можно было, ну, один раз я, по-моему, мыла, в общем, через день. Так-то вообще каждый день, но я помню, что я снимала видео, допустим, вечером. У меня обычно чаще всего вечером получается снимать видео. И там у меня уже кто-то не замечал, что волосы жирные. Ну, там я сама понимала, что они какие-то уже не первой свежести. В общем, если у вас есть аккаунт Green Mommy, или, допустим, просто в магазине, где увидите. Такой шампунчик я вам советую на лето самое то. Он, конечно, возможно, все-таки он действительно помогает не выгорать волосам. Я не очень поняла, хотя по улице я ходила, действительно, под солнцем была. Но именно как для жирных и тонких волос, это объем конкретный. И ничего при этом делать не надо, никакими фенами, укладками и прочей фигней. В общем, тоже мы его отправляем в працан. Закончился у меня, наконец-то. Тут совсем чуть-чуть осталось. Вот оно лежало в пакете, тут переползло, сейчас ползет вниз. Такое вот. Это... Кто у нас тут вообще все стерлось, а нафиг? Утро в саду. В общем, черри. Наверное, это все-таки цветы вишни были. И фрашевский. Это молочко для тела. Сделано во Франции. После вскрытия хранить 12 месяцев. Срок у него был до ноября 16-го года. Я его пользовала и как молочко для тела. И как крем для рук, и как крем для ног. Он повторяет аромат духов. И, допустим, вот еще был гель для душа. Ну, после гель для душа он быстрый, однокожий практически. И нет его запаха. А этот продолжает так его. И, допустим, вот если я пользовалась бы какой-то другой туалеткой, а этим молочком после душа поюзалась, то он даже перебивает иногда туалетку другую. Ну, в общем, он чувствуется. Можно даже не прескаться духами, а с ним ходить. В смысле, намазался и пошел дальше. И он увлажняет кожу. В общем, оно мне очень понравилось. Ну, и сам аромат тоже. Стекло все-таки. Так. И, братца. Ой, что-то покатилось оно. Так, закончилась у меня чудесная водичка, которую Аленка мне подарила в каких-то наших поменяшках. Аленка, если ты меня смотришь, привет тебе. Спасибо огромное. Она мне очень понравилась. Это Эвен Планета СПА Романтика Марокко с розовой водой. Влажняющий лосьон спрей для лица. 150 миллилитров. Очень хороший дозатор. Я им смывала вот эти вот свои блески для губ. Протирала лицо. В общем, он мне очень понравился. Я вот до последнего уже просто открутила вот этот колпачок и на ватку остатки выложила. Запах я не помню какой. Ну, такой вроде, может, нейтральный. Может, сейчас я его включу, попытаюсь понюхать. Ну, какой-то такой. Роза, он не пахнет. Химией тоже сильно не отдают. Ну, такой нейтральный запах. В общем, он мне очень понравился. Жалко, что... Я так поняла, что этой серии уже в Эвен нету. Именно вот этой романтики Марокко. Но мне такой очень понравился. Я думаю, какой-нибудь, может, тоник в следующий раз в Эвене. Если увижу в этой серии, попробую. Просто, ну, планеты спа. Так, что у меня тут еще закончилось? У меня закончился новый скрабик от Эвен Нейчерл для тела. Нежный йогуртовый скраб для тела. Свяжающий с ароматом лесных ягод и гранатов. 150 миллилитров. Я его начала пользоваться на губку, но поняла, что надо все-таки на руку. В основном я его пользовала на руки, ибо я тут люблю... Меня тут спрашивают, что за пятна у меня. Я люблю так напираться на пятые углы. Часто шандарахуюся об свой письменный стол, смысл, компьютерный, еще что-нибудь. Плюс, что-нибудь не того поела у меня высыпание или словила бессонницу, как за последние три дня, и она тоже высыпание. Все как-то смешивается. Я его пользовала как скраб для ног, как скраб для локтей и как скраб для коленок. У меня в прошлом году случилась асфальтовая болезнь. Если вкратце, то я очень сильно упала. И у меня остались шрамы на ногах. И, в общем, вот такие скрабики, эйвоновские в основном, они мне очень помогают в этом плане кожу обновить там. Не знаю, купила бы я его еще раз. Может быть и купила бы. Но все-таки мне больше понравились... Вот чисто мне нравятся эти сенсации, вот эти вот, которые тоже сейчас будут в обзоре. В принципе, он неплохой. Вкусный такой аромат. Не сказать, что ни о чем. Не сказать, что... Ну, в общем, просто не совсем то, что мне нравится. Я не очень понимаю эти... Не поняла его форму гелевую, точнее, кремовый такой скраб. Но может кому-то понравится. Может кто-то любит вот эту серию. Она, в принципе, неплохая. Может, когда-нибудь и куплю. Единственное, что выдавливать очень неудобно. Вот здесь вот все уже там осталось. Можно еще что-то вроде как достать, но оно не лезет. Так, еще. У меня он просто заканчивается. Я думаю, что когда он закончится, чисто из-за него снимать обзор как-то не очень. Он мне вот этот очень понравился. Хотя у меня есть второй. Но я его пообещала Женькиной маме. Типа как продать. В общем, AVEN Naturals Body Care. Шоколадное удовольствие. Скраб до тела. 200 мл. Я его доставала по баллам. Он мне очень понравился. Я им и тело полностью, и что-то, и пятки, и так, и аромат. И сам по себе. Очень вкусный скрабик. Ну, не знаю. У меня сейчас пока, в принципе, есть скрабики. Но если что, я, может быть, его себе закажу. Жмя его тут оставлю. Пока, потому что он еще там на пару раз, может, остался. Так, закончился у меня. Цветочная диска. Маленький для душа. 50 мл. Я полностью его спустила в пену для ванн. Такие гелики, они, мне кажется, немножко сушат кожу. Аромат, конечно, именно цветочного диска классического. До сих пор еще чуть-чуть что-то чувствуется. Пену он дал вполне приличную. Хочу вам сказать. Ну, это он у меня был в наборе, когда я покупала под Новый год себе духи. 20-30 мл. Цветочная диска классическая. Флавер пати. И вот этот вот он был в довесок. После вскрытия 6 месяцев. В принципе, маленькое такое удовольствие, если, допустим, сделать пену для ванн. Если когель для душа, я думаю, он, ну, не знаю, кто как выдавливает. Думаю, раза на три-то минимум хватит. Так. И что у меня заканчивается? Эйвен Сенсус. Отшелушивающий с витамином Е, погруждающий цитрусовый заряд с краб для тела 200 мл. Второй уже. Он мне очень нравится. Когели для душа из серии Сенсус. Я их не очень понимаю. Для меня они мало пенятся. Хотя, как пены для ванн, они вполне ничего. Жидкое мыло я как-то хотела купить. В результате я все-таки повторила опять этот скраб. Я думаю, что я его потом снова буду повторять. Он мне очень нравится. Он бодрячий такой аромат. Реальных цитрусовых. И он очень хорошо скрабирует. Для меня вот именно такие гели-скрабы, это просто находка. Они мне очень нравятся. Не ожидала. Эйвен такое. Ну, допустим, что-то там с грушей голубенькое такое. Я его не очень поняла. Я его один раз попробовала. Он у меня стоит открытый где-то там в запасиках. Ну, в смысле, вскрытый уже. Розовый такой я тоже юзала. Тоже не очень. Его может из-за запаха, может еще что-то. Вот в этот я просто влюбилась. Я вам его советую, если вы такой любите. Так, вот это у меня тоже немножко заканчивается. Я его поюзала. Это, ой, пардон, гринмамовский бальзам для волос SPF03. Тот, который я покупала сроком до июля 2017 года. После открытия 4 месяца хранится. Но, если хранить правильно, то, в принципе, прохранится и дольше. Его можно и пользоваться как бальзам на 1-2 минуты наносить. А можно на 10-15 минут. И использовать, в принципе, как маску. После использования шампуня его и потом смыть водой. Он мне тоже нравится очень. И у меня его еще в запасе 3 штуки. И этот, но он, я не знаю, тут наполовину или на 1 треть там еще осталось. Но тут еще что-то есть. Я просто его достала, чтобы потом не делать именно обзор за него. И потом, я думаю, вот его я сочетаю с шампунями гринмамы. Допустим, серия там что-то такое-то. Иди, вот где-то вишня есть какая-то дикая. Ну, в общем, с другими шампунями он вполне хорошо сочетается. Очень хорошо дополняет. Тоже идет объем. Вот сейчас я именно сегодня мыла голову шампунем и им как раз. И, в общем, я вам действительно его советую. Так, что у нас тут остается? Остается у меня всего лишь двое духов. Это листья вербены. Они закончились. Я их в основном использовала дома. Потому что все равно их хватает минут на 20. Просто обрызгала, когда хотелось чего-нибудь такого свежего, вкусного. Когда хотелось какого-нибудь сладкого. А болел живот и вроде как сладкое не поешь. Но вот этим преснешь и все нормально, да? Ну, я такой больше не куплю. Во-первых, это пустая трата денег. Это полноценный флакон 600, что ли, чем... А не, он мне по скидке в 600 обошелся. Так, по-моему, полноценный флакон 850 стоит. Хоть и сделано во Франции, но оно такое недолговечное, что это пустая трата денег. Лучше купить что-нибудь сладкого себе. В крайнем случае куда-то съедить, погулять. Так. Гюс. Блин, я его опять, наверное, неправильно пронесла. Ну, вы меня, короче, подправите. Там вот такой. Мне его подарила в прошлом году подружка за то, что я установилась на компьютер Linux. Но она решила, что то, что я символически взяла с нее там за установку 500 рублей, это типа мало, потому что якобы берут больше, что-то подобное. Ну, и она мне подарила как раз эти духи. Помимо там основы для мыла. В общем, я уже не помню, что там за аромат. Хотя они еще пахнут. Но мне кажется, они не особо стойкие были. Хоть и считаются вроде это типа люксом. Хотя не очень понимаете обозначение люкс, не люкс и масс-медиа и прочей фигне в плане парфюмерии. В общем, он... Все-таки он мне чем-то напоминает немножко эликсир классический и фроше. И вот этот чуть-чуть напоминает еще... Как он там? Парижян Шик Эйвен. Я не помню, что я о нем говорила в обзоре парфюмов. Но вот сейчас... Ну, и чуть-чуть там есть какая-то нотка унисекса таких, мужского какого-то парфюма. Что-то такое. В общем, я его доделала все-таки. Он у меня закончился. Спасибо за подарок. И не знаю, буду ли я такой покупать себе или нет. Но если знать, что это тут эквиваленты разного, то не знаю, может быть, когда-нибудь куплю. У меня сейчас духов, в принципе, более много. Так, сейчас гляну, сколько у меня там по времени осталось. Так, что-то я не очень рубаюсь, но я подозреваю, что у меня еще есть время записать эти приветы как раз. И да, у меня сейчас заканчивается. Не знаю, закончится ли оно или еще. Но я вообще поделилась с Аленкой. Я приехала как раз на встречу, дала ей понюхать, ей понравились. Это Ода, забыла какой-то там любви. Ода срастной, что ли, любви Эйвенса, ой, и Фраши, извиняюсь. Снятость, соответственно, уже давняя такая. И я ей половинку отлила во флакончик по типу вот такого. И сама уже ее тут изрядно пользуюсь. Сейчас в основном пользуюсь я исключительно ей. Это, ну, соответственно, такая нежная ванилька. Я не помню, особо ли она стойкая. Просто я, если мне духи нравятся, я могу их на себя просто выливать сверх дофига. Сам флакончик клевый. Такой бутончик розочки такой. Я вам не могу сказать их покупать, потому что, наверное, думаю, сейчас их можно достать только у очень коллекционеров. Но они мне очень нравятся. И вообще они напоминают мне, допустим, у меня как-то спрашивают про Мэри Кэй. Мэри Кэй там было что-то такое, думаю, о тебе. Вот очень напоминают. Я Мэри Кэй в 12-м году Миньку такую 5 мл покупала как-то у каких-то торгашей. Так, перехожу к приветам. В общем, привет. Юлия Ермоленко, привет. Соня Власова и Сташ Щеглов. И вам, ребята, привет. Соня Васильева. Диана Моисенко. Да, я как обычно на бумажку написала. Даниэла Дитте. Вам тоже всем привет. Иришка, которая и... Ришка. Тебе привет. Так, а теперь послание такое. Потом я, конечно, все покажу. Антон Ц. От Дениса Н. Привет. Привет, Антон. Тебе передают текст. Такая телеграмма. Привет, ниггер. Не расстраивайся, что в моем новом офисе кофеварка лучше, чем у вас. Вот так. Ну и, соответственно, эта бумажка. Я надеюсь, там видно. У меня тут есть только на данный момент только ручка с зеленой пастой. Поэтому, соответственно, все возможно бледным цветом и зеленым видом. Так, ну и так, чем я сегодня моливала свои губки. Это низ я чуть-чуть навела вот этим вот товарищам. Так, Эллин Кляйновский блеск с мятой для объема губ. Вот мне он лет пять назад пришел в подарок за покупку на одном интернет-сайте туалетной воды, кажется. Элизабет Арден, чайное дерево. И вот этот Эйвановский блеск для губ уже поверх, который пришел в последнем мне заказе. Кстати, не знаю, буду ли я делать заказ по Эйвену в этом каталоге. Потому что у меня его забрала вообще подружка, сестра, точнее, подружки. И что-то вроде как хотела-хотела, но, видать, в последний момент расхотела. С одной стороны, у меня висят баллы, вроде как-то жалко их терять. Я вроде все хочу какую-то пижаму, но пижаму у меня много. С другой стороны, я просто не знаю, что там купить. Потому что у меня вроде все есть. В общем, вот такой обзор. И если вам это было интересно, чем-то полезно, и там, по-моему, подобное, и традиционно как-то обычно все говорится, то я очень рада. Ну и до новых встреч, пока!